Дело в том, что грузины всегда были дружелюбны с войнахами, и мне обидно, что чеченцы воевали с ними. Какая разница, где я живу, я всегда считал нас одним народом. Как думаешь, почему тебе не дали убежище в Грузии? Как грузин, я знаю, что там власть продажная, и российский олигарх там заправляет. Но интересно, что думаешь ты, без политкорректности, пожалуйста. Ну, я могу предположить только то, что для Грузии сейчас, как раз вот в период этой власти, для них сейчас не очень выгодно обострять отношения с Россией, они этого не хотят. И я думаю, что если бы я не был активен, не вел социальные сети, каналы, не занимался бы защитой своих прав, критикой и так далее, то, быть может, мне дали бы там убежище. Но, так как я стал активно бороться за свои права, стал как-то... Ну, в общем, не сидел тихо. Я думаю, из-за этого... Ой, 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 все, 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 я понял. Я понял, хотел убрать звук на часах. Я думаю, из-за этого власти Грузии не захотели обострять отношения с Россией. И потенциальная возможность убийства на своей территории меня, это тоже как-то не очень выгодно, наверное, обрисовывалось для грузинской власти. Они понимали, что я веду свою деятельность, я не особо защищен на территории Грузии, я там передвигаюсь. И попасть в Грузию любым там кадыровским киллером гораздо проще, чем им попасть, допустим, в Европу, да, безвизовый режим, просто с паспортом приехал. Они также понимали, что и так немало там всяких агентов влияния российских. И велика была вероятность, что меня просто в один день там завалят. А если меня там завалят, то это уже политическое убийство, это дополнительный виток напряженности в отношениях России с Грузией. Я думаю, оценив все эти моменты, им просто не захотелось, чтобы я находился на территории Грузии. А может потому, что Россия тебя розыск подала, якобы в Сирии был? Нет, в Грузии прекрасно понимали, что я никогда в Сирии не был, они это очень быстро выяснили. Они даже в своем решении, они написали как бы все это, они подчеркнули, что я полностью подпадаю под действие вот этой конвенции Женевской. Что в соответствии с этой конвенцией я нуждаюсь в защите и мне должна быть предоставлена эта защита. То есть само решение грузинских властей, оно было максимально честным. И за что я ими благодарен. Даже если они и не дали мне убежище, но они по крайней мере не стали вот в отличие от Польши писать то, чего нет. Они не написали ничего плохого про меня. Они не написали, что они меня подозревают там в чем-либо, что у меня могут быть связи там с какими-то террористическими или экстремистскими организациями. Ничего подобного не написали, что в свою очередь написала Польша. Польша в данном случае поступила не очень порядочно, мягко говоря. Так как в польском решении было отражено, что якобы я могу иметь там связи с экстремистскими и террористическими организациями. Грузия просто написала, что он вообще молодец, красавчик, заслуживает защиты. Ему как бы в идеале должна быть она предоставлена. У нас никаких претензий к этому человеку нет. Но мы считаем, что его нахождение на территории нашей страны противоречит интересам нашего государства. Вот так это звучало. И это прямо отражено, так и написано в самом решении. Поэтому гадать здесь, я думаю, не стоит. В самой вот этой формулировке, его нахождение на территории нашего государства противоречит интересам страны. Вот эта формулировка, в принципе, и объясняет отказ в предоставлении убежища. Получается, грузины тебя спасли, Тумсо? Ну, в каком-то смысле, конечно же, грузины меня спасли. Но спасли не этим решением, а тем, что грузины запустили меня на территорию своей страны. Независимо от того, что мне не было предоставлено убежище или какой-то вид защиты на территории Грузии. Но тем не менее, то, что я год и восемь месяцев прожил в Грузии, это спасение. Если бы не эта страна, если бы они, допустим, на границе меня не запустили, развернули бы обратно, то да, я попал бы в руки к адыровцам, и моя участь была бы тогда очень плоха. И в этом плане, конечно, Грузия, запустив меня на территорию своего государства, они меня спасли. Причем это было сделано дважды. Один раз, когда я бежал из республики, меня запустили. Второй раз, когда я вылетел, сразу через пару дней я вылетел в Казахстан, в Актау, и потом вернулся обратно в Грузию. Опять меня, кстати, тогда долго держали на границе, не запускали, но в итоге снова запустили. То есть это, конечно же, это спасение, безусловно. В этом плане я очень благодарен Грузии. Несмотря на то, что мне не предоставлена защита в Грузии, несмотря на то, что мне пришлось ее покидать, у меня никакой обиды нет на грузин. Да, конечно, власть, я считаю, что они поступили неправильно, конечно, они должны были предоставить защиту, но у меня нет никакой обиды. Получилось так, как получилось. Грузины, их власть, Грузия, они руководствовались какими-то своими, своим видением в этом вопросе. Поэтому какой-то обиды у меня на них нет. Самое главное, что они никак не помешали мне. Они беспрепятственно дали мне покинуть свою страну, хотя они этого могли не дать, допустим, если бы они были как-то против меня настроены. Они свободно дали мне пройти эту пограничную контроль, когда я покидал Грузию. Они не написали ничего меня компрометирующего в самом решении. Даже если там как-то подковерные, я не знаю, какие там были игры между спецслужбами, это осталось за кадром. Но из того, что мы можем увидеть, из того, что официально, мы видим, что никакой подлянки не было. И в этом плане я благодарен за это Грузии. Он имел в виду, что Грузия спасла тебя тем, что отказала, ибо ты бы не отказался здесь, где ты есть. Ну, у него, конечно, мог быть свой смысл в этом вопросе, но я ответил так, как пожелал. И я говорю, что не этим меня спасла Грузия, а тем, что меня пустила на свою территорию. Год и восемь месяцев я проживал на территории Грузии. Меня никто не преследовал, и в этом плане, да. Конечно же, они меня спасли. Поэтому мне стыдно перед Грузиями за ичкирийцев, которые стреляли в них. Ибрагим Кориков. Я думаю, тебе не стоит по этому поводу переживать, Ибрагим Кориков, если ты сам относишь себя к сторонникам нашей свободы, к сторонникам Ичкерии, и у тебя в этом плане какие-то переживания, то все вопросы между нами и грузинами, они решены. А те, которые не решены, они будут решены. И никаких проблем у нас нет ни с этой страной, ни с этим народом. А если ты не являешься гражданином нашего государства, сторонником нашей идеи, и тебе как-то со стороны стыдно, то по этому поводу не переживай. Ты лучше постыдись за другие вопросы, которые касаются тебя. Их нам тоже немало таких вопросов. У нас с грузинами многовековая история. И нам как-то удалось пронести через все эти века дружественные такие добрососедские отношения. И мы, иншаллах, их так и пронесем. Несмотря на многие какие-то моменты неприятные, которые были в нашей истории. И с той стороны, и с этой стороны много было неприятных моментов, но нам удавалось как-то все равно пронести вот эти добрососедские отношения. Иншаллах, мы их также пронесем. Дело в том, что грузины всегда были дружелюбны с войнахами, и мне обидно, что чеченцы воевали с ними. Какая разница, где я живу? Я всегда считал нас одним народом. То, что чеченцы участвовали в некоторых событиях на Кавказе, а мы, конечно же, сейчас имеем в виду Абхазию, то по этому поводу я тоже, как бы, сожалею. Мне бы тоже не хотелось бы, чтобы чеченцы участвовали в этом конфликте. Но, увы, к сожалению, мы это имеем. Но помимо этих событий, есть еще другие, как, например, война в Южной Осетии, где также уже российские батальоны, укомплектованные чеченцами, также участвовали в этой войне. И если бы, ну, будь моя воля, я бы не хотел, чтобы даже там, пусть даже и российские чеченцы, но чтобы они участвовали. Мне, конечно, это неприятно, я бы не хотел, чтобы так было. Но я хочу сказать, что мы... Вопрос с Абхазией, он, иншаллах, уже решен. Например, Гилаев был одним из тех, кто тогда был в Абхазии. И мы знаем, что в начале нулевых Гилаев уже на стороне Грузии участвовал опять-таки в этих же событиях в Абхазии. То есть, как бы, та ошибка, она, иншаллах, исправлена. Но самое важное здесь это то, что наши отношения с грузинами, это наши с ними отношения, которые не касаются больше никого. Они касаются только нас и грузин. И мы на протяжении веков, как я сказал, умудрялись эти наши отношения их сохранять дружелюбными и добрососедскими. И мы, иншаллах, их также сохраним. Об этом никто другой переживать не должен. Пусть другие переживают о своих отношениях. И самое важное, пусть все остальные, и те, кто живут рядом с нами, и те, кто живут далеко от нас. Когда они говорят о вопросах взаимоотношений чеченцев с грузинами, пусть они всегда помнят, что в любой войне Грузии с кем бы то ни было, на стороне Грузии всегда были чеченские отряды или чеченские батальоны. Всегда. Возьмите даже эту последнюю войну 2008 года, когда Россия отправила в составе своего контингента войск, отправила туда батальоны, укомплектованные чеченцами, на стороне Грузии был сформирован отряд из чеченцев. То есть, не просто какие-то единицы чеченцев воевали вместе с грузинами на стороне Грузии, а именно какие-то отдельные отряды или батальоны, укомплектованные исключительно из чеченцев. И вот пусть все наши соседи, и не только, когда они говорят о наших отношениях, пусть они вспомнят о том, что никогда ни одного батальона или отряда из числа их народов на стороне Грузии не было. Никогда. Поэтому, какими бы наши отношения с грузинами не были, у нас есть очень позитивные моменты, являющиеся такими триггерами в наших добрососедческих отношениях, которые служат вот этими триггерами, но как мы можем на них ссылаться и всегда говорить о нашей дружбе. А вот есть ли у вас такие триггеры? Подумайте об этом. Субтитры создавал DimaTorzok